Украина объявила Европейскому Союзу, конкретно Совету Европы, о том, что она будет частично отступать от Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Теперь в результате будут ограничены свободные выборы, право на неприкосновенность жилья, тайна переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода мысли и слова, проведение собраний, образования и предпринимательства. Помимо этого, последует принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства, ведение комендантского часа, особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, досмотр вещей транспорта и жилья, а также установление военного сбора для физических и юридических лиц. Но все вышепроизнесенное является классическими признаками установления в стране диктатуры. Любой человек может открыть толковый словарь или энциклопедию, буква «Д» диктатуры и почитать, что там содержится. И вы обязательно увидите вообще все вот эти пункты. Собственно, все диктаторы занимались одним и тем же. Ограничение выборов, невмешательство в жизнь, свобода передвижения и так далее, и так далее. Примеров там великое множество. Можете найти. Значит, когда мы годами говорили о том, что Зеленский такой же либертарианец, как условно фюрер Жизель, многие относились к этому с изрядным недоверием, потому что ну как, но он же модный, он киноактер, на велосипеде катается. Вообще, меня, конечно, поражают вот эти вот определения, да, то есть Гитлер кормил белочку, а Зеленский катается на велосипеде. Это разве мешало одному устроить диктатуру и второму устроить диктатуру? Абсолютно нет. Больше того, аналогично вытекает из всего того, что происходит. Потому что 21 мая – это кризис легитимности господина Зеленского. Соответственно, ему надо зафиксировать все вот эти вот отметки диктаторские до этой даты. Конечно, можно сказать, но все равно это не очень похоже на Третий Рейх. Третий Рейх шел последовательно. Да, но Третий Рейх, извините, делал это в мирное время, правда же? Это во-первых. И во-вторых, если внимательно посмотреть выступления партийных бонз задолго до прихода к власти, то они, в принципе, все вот эти вот меры, которые потом реализовали, они их анонсировали. То есть ни для одного человека, который был знаком с партийными доктринами фюрера и компании, не явилось никаким секретом и неожиданностью оглашение так называемых нюрнбергских расовых законов. Потому что минимум с 24-го года об этом говорилось. Но у Зеленского такого времени не было. И ему надо успеть молниеносно. Но теперь самое любопытное. А Зеленский с точки зрения Украины, как таковой, вот проекта украинского национализма, не делает не то, что ничего неожиданного, а больше того, он абсолютно последовательно выполняет то же, что и все остальные. С самого первого момента, как вот только-только начало зарождаться вот это вот пресловутое украинское государство, было ровно точно так же.